Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор полезных и нужных покупочек из магазина FixPrice. Первое, что попадается под руку, это от Kitchen вот такие вот многофункциональные кухонные коврики. Мне кажется, они были по 99 рублей, чек я куда-то задела. Я не знаю еще, для чего я их постелю, для чего придумаю. У меня много чего в таком цвете на кухне, в том числе и плитка. 45 на 29 размер, здесь две штуки. Мне понравилось, мне понравилось по цвету. Можно, смотрите, в холодильник класть, кстати, как вариант, да, в холодильник, чтобы полочки не пачкались. Можно сервировать стол, можно куда-нибудь, я не знаю, на микроволновку, на подоконник там, что-то такое. Давайте распечатаем и посмотрим, как они выглядят. Доставайтесь. Здесь, кстати, не пахнут ничем. С одной стороны такое не скользящее покрытие пупырка, а с другой стороны они гладкие. Вот, вот такие вот два коврика. Ну, прикольно, пригодятся. Пригодятся, куда-нибудь я их приспособлю, на самый крайний случай, может быть, в холодильник. Всегда, практически, когда бываю в фиксе, беру вот этот гранатовый сок, я уже его открыла, уже попробовала. 55 рублей, по-моему, он стоит. Это очень бюджетно для гранатового сока, с учетом того, что здесь состав гранатовый сок. И все. В магазинах он, подобный сок, стоит гораздо дороже, и там граната нет. Там либо вишню чувствуешь вкус, либо другие какие-то ягоды. Азербайджанский гранат. Прям вот по вкусу гранат-гранат, вот такой, как я прям люблю, обожаю. Поэтому бюджетно, вкусно и вообще потрясающе. Так, что, взяла прокладки натурелла ночные, вот такие вот. Это я себе уже потихоньку собираю сумку в роддом. Пригодятся. Так, бахилы. Давно позаканчивались, каждый раз постоянно ходим на какие-то занятия. В школу на развивашке, и нужны бахилы, и покупать их каждый раз накладно. По-моему, 55 рублей, или 77, девчонки, упаковка вот эта. Стоит их здесь 50 штук, да, 25 пар получается. В общем, нормально. Для туалета взяла вот такой вот бреф. Еще ни разу не брала. Через упаковку даже очень вкусно пахнет. Написано пленительный жасмин. 99 рублей. Не совсем бюджетных. Иногда бывает по 79 на акциях, аналогичные в пятерочке. Но что-то сейчас нигде не было акций, поэтому взяла вот такой. И нашла еще интересный вот такой антинакипин. Что-то он совсем 27 рублей, по-моему, стоил. Жидкий. И здесь у нас тоже лимонная кислота. В принципе, она везде подразумевается в таких средствах. Но в жидком виде. Мне кажется, это удобно. Залить в чайник 1 литр воды, добавить содержимое 1 капсулы. Здесь 3 капсулы. То есть 1 капсулу. Я хотела и машинку почистить. Туда, наверное, капсулы 2 точно надо добавить. И на чайник. Состав. Вода очищенная более 30%. Кислота лимонная 15-30%. И консервант. Короче говоря, кислота лимонная разбавленная водой, по сути. Ну, интересно. Фикс Прайс как что-нибудь придумает. Вот. Вот такие вот 3 капсулы. Прикольненько. Разведенная водой уже лимонная кислота. Можно, в принципе, было и самой развести. Но да ладно. Пусть будет так. Машинку почищу сегодня. Красота. Так. Взяла вот такой вот корм. Вискос. Мои коты едят его. Только и любят только его. Фикси самая бюджетная цена. За 350 грамм 77 рублей. В пятерочке даже сейчас на акциях уже 350 грамм стоит 109 рублей. Дешевле уже нигде практически не увидишь. Поэтому это самая дешевая цена. Классно. Взяла скотч. Скотч позаканчивался. Он нам периодически нужен для каких-то поделок. 27 рублей, по-моему, или дороже здесь его много. Наверное, 55. Так. О, в Фиксе появились теперь различные приспособы для рыбалки. У меня муж взял, смотрите, ну я тоже как бы рыболов, я тоже люблю ловить рыбу, но пока еще не сезон. Сейчас пока нельзя, чуть попозже, надеюсь, будем ездить уже, наверное, после рода с коляской. 77 рублей набор приманок. 15 штук. Они гораздо дороже стоят в обычных рыболовных магазинах, я знаю, потому что езжу на рыбалку часто, часто покупаю все вместе с мужем. Поэтому взяли и вот такие вот сухари, бисквитные, мотыль и опарыш. Добавь прикормку. Короче говоря, прикормка для рыбы там тоже есть. Сколько стоит, не помню. Но очень бюджетно. Контейнеры для мочи. Они у меня сейчас просто утекают, как вода. Тоже Фиксе самые бюджетные. Смотрите, какая интересная штука. Я видела у кого-то в обзоре и решила взять себе попробовать. У меня на лоджии москитная сетка уже прям на ладан дышит. Она вся разодранная. У меня как-то кот драл за мухами, охотился. И мне интересно было попробовать вот эту. У кого-то я в обзоре видела, но на окне не знаю, как сейчас подойдет по размерам. Я буду пробовать, обязательно вам покажу, если что-то из этого получится. Это антимоскитная сетка размером 130 на 150. Вот даже не знаю, по размеру подойдет мне или нет. Надеюсь, подойдет. И она здесь еще в комплекте с вот такой вот клейкой-лентой, наверное. Тщательно очистите оконную раму от пыли и жира. Удалите пленку с самоклеющейся лентой. Закрепите ее по периметру рамы. Прижмите края сетки к самоклеющейся ленте твердым предметом. Обрежьте излишки сетки. Ну, интересная задумка, конечно. Я надеюсь, что все это будет работать и подойдет по размеру. Сеточка мелкая. Я вот смотрю на свою антимоскитку, которая как бы в комплекте, да, с окнами шла. Вот эта вот штукенция тоже интересная. Как бы хорошо, если она будет держать москитную сетку, если не будет. Ну, если не будет, придется использовать клей-момент, который нас всегда и всюду выручает. Вот она такая беленькая, красивенькая, дырочки маленькие, как бы все нормально в этом плане. Не знаю, я сейчас досниму видео, попробую, конечно, что-нибудь сделать и расскажу вам тогда, что получится. Так, для поделок. Нам тут на выходные задали макет солнечной системы сделать. У меня есть идея, как это сделать. В коробке. Я где-то тоже видела в инстаграм, в коробке внутри обклеить темно-синий, допустим, бумагой или картоном. Там сделать блестки, как звезды, да, и из пластилина, скорее всего, планеты сделать. Подвесить их в коробке в этой же на резиночке, да, на веревочке. Они вот так будут мотаться. И для этих целей я купила цветной картон и цветную бумагу вот такую вот. Ну и для школы заодно тоже пригодится, никогда не бывает лишним. Картон классный, кстати, вот этот, он, по-моему, 55 рублей стоит. Его здесь много, здесь сколько? 18 листов, 9 цветов. И бумага тоже толстая, 48 листов, 24 цвета. Вот такая вот классная. Ее здесь много. Мне нужно, чтобы повторялись цвета, чтобы не синего хватило, да, космоса забродить. В общем, будем ваять сегодня. И еще для этих же целей как раз и пластилин взяла. Самый любимый пластилин, беру его всегда крох. Он самый мягкий. Вот для школы, для садика прям просто огонь. 77 рублей, 9 цветов. Самый классный у девчонки пластилин, если кто еще не знает. Самый потрясающий. Так, из бьюти новиночек взяла вот такие две альгинатные маски. Тканевых масок совсем не было в фиксе, на кассе только нашла, но совсем неинтересные. Как-то прям по 55 рублей эти маски. Я вообще люблю альгинатные маски. Они круто работают. От них виден эффект, по крайней мере, те, что я пробовала после первого применения. Любимую сыворотку какую-нибудь крутую еще под нее наносишь. И просто сразу прям эффект подтяжки и омоложения. Одна у нас такая вот синенькая омоложение и увлажнение. Коэнзим Кудес, алоэ вера, два вида гиалуроновой кислоты. Это бьюти визаж, кстати. Бьюти визаж это у нас Белоруссия, девчонки. Да, Белоруссия, конечно. Фитокосметик. Фитокосметик, да, что я как бы говорю. Я уважаю очень эту марку, поэтому мне кажется маски будут хорошие. И вторая вот такая коллагеновая, лифтинг плюс увлажнение. Тоже очень интересная масочка. Сто процентный результат за 10 минут. Ну прям супер. Либо в этом видео тоже с вами ее потестируем, либо в следующем. Вот такие мармеладки взяла ребенку на кассе 27 рублей. Микс, да, фруктовый микс с фруктовым соком. Ой, это что-то муж взял тоже. Что это такое? Набор напильников, смотрите, девчонки. Четыре штуки, цены нету. Сто лет напильники не видела. Взяла вот такие пакеты. Они называются для замораживания с завязками. Здесь их у нас с вами 50 штук по 3 литра. 25 на 35. Но я не для замораживания взяла конкретно, а для бытового использования, потому что они самые прочные. Они очень прочные и по размеру они большие. Завязки вот эти у них в принципе не нужны совершенно. Вот. Они прочные, они большие, они не рвутся. В них хранить что-то можно. На работу там, если с собой брать, что-то перекусить, да, всегда пакетики эти прески пригождаются. Так, и последнее, последнее, это вот такие вот бомбочки. Не бомбочки, шипучки для ванны. Да, они, кстати, не очень хорошо шипят по сравнению вот с теми, допустим, что мы брали в других магазинах. И в магните сегодня были. В магните взяли шипучки, кстати, по 49 рублей, шарики там акции. Вот они шипят, так шипят. Эти не очень, но тем не менее, у меня уже ребенок не хочет без шипучек принимать. Ванна по 27,50, по-моему, они. Я взяла ей все 4 вкуса. Жвачка синенький вот такой вот. Кола. Кола, кстати, классно пахнет, мне нравится. Розовый клубничка. И оранжевый шоколад. Вот такие 4 шипучки пригодятся, пусть балуются и покупаются. Ну ладно, я сейчас что-то буду думать с сеткой, тогда покажу вам, что получилось. У меня идея фикс. Я, короче, хочу вот от старой сетки вот эту вытащить, старую сетку, и сюда вдеть новую, чтобы без всяких приклеиваний на окна. Мне кажется, вот надо вот эту резинку вытащить, снять старую сетку, и туда по размеру, я уже примерила, идеально подходит, но она шире, правда, по длине хоть подходит. Новая сетка, беленькая. Вот я сейчас попробую это все дело провернуть. Сниму, вытащу, промою вот этот каркас и попробуем. Вот она, в принципе, легко вытаскивается. Вот эта резинка я подделала, и вот она отходит сетка, да? Сетка следом за ней тоже вытаскивается. Все гениальное просто. Лишь бы все сейчас получилось. Помыла каркас, и смотрите, все как бы просто. Вот я эту сеточку натянула, да, и начинаю вставлять обратно резинку. Вот, вот сюда в пазы прижимаю тем самым сетку. С той стороны потом натяну, потому что она по ширине, получается, она большая. Слушайте, мне кажется, тут по ширине ее даже на два окна хватит. Во, какая. Вот я ее потом отрежу с одной стороны, А с этой стороны пока вставляю резинку. Вот так в пазики хоп, 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 поглубже. И все, и наша новая сеточка прижимается. Опля, ну вот и все. И это ли не чудо, слушайте, я вставила. Только нужно регулировать натяжение. Вот видите, у меня она кое-где в кость, в гриф, но это не критично. Я вот такими зажимами зажимала просто с другой стороны, да, и натягивала натяжение. Вот она хорошо натянута, и все отлично. Просто потрясающе. Ну, видите, с той стороны немножко там по краям мотается, но я не стала обрезать, мало ли, это не видно. Новая, беленькая, красивая, чистая сеточка, девчонки, это просто. Ну, и скажите еще, что я после этого не гений. Вообще, просто красота. Не представляете, как довольна. Обязательно возьму фикси еще про запас. Можно на второй окно, и на кухне так поменяю. Слушайте, это вообще потрясающе.